что всем привет с вами снова я артем мы с вами продолжаем проходить хитмана у нас миссия в бангоке по идее первая часть моя самая любимая за мастерство в этой миссии мы получим довольно такой крутой пистолет в общем самый крутой даже я бы сказал пистолет в игре это именно золотой крюгельмайер он очень-то универсален грубо говоря тем что у него дырки от пуль не остаются просто не остаются то есть и соответственно охрана близлежащие на него меньше реагирует на выстрела смысле из него сейчас я буду выполнять в этом видео до в этом видео мы будем выполнять три как бы варианта убийств наших целей и для первого варианта нам нужна снайперская винтовка и начинать мы будем прямо в номер 47 по идее эта точка у вас уже должна быть открыта если у вас открыта профессиональная сложность то есть профессионал он пойму открывается за пятый уровень мастерства в этой миссии а вот эта точка на открыт за четвертый уровень мастерства в этой миссии так что в общем-то все по-честному если вы по идее уже прошли как бы профессионала то этот вариант вам уже точно вам же точно должен быть открыт ну и сейчас мы в общем-то быстро забегаем в нашу ванную комнату здесь забираем винтовку и сейчас мы в первую очередь убьем кена моргана в общем-то он там-то у нас стоит как видите стреляем в голову забегаем дальше свое номер в ванную сейчас сюда прибегут два охранника которые нас будут искать естественно но не естественно с не найдут потому что они будут смотреть вот эту только главную комнату в ванную ванную они пойдут в общем вообще такая довольно геморройная часть получилось по этим по испытаниям потому что здесь так очень много условностей и первая кстати условность нас ожидает именно в этом видео но в смысле в смысле не в этом видео в этом убийстве даже я бы так сказал вот сейчас мы их тут подождем бежать я не тут был довольно долго очень даже долго но по им да уже приближали все проходит 1 сейчас еще один 2 чай не утихомирится не стандартное начало думаю со мной согласитесь потому что в основном мы используем как бы начальную точку в начальных видео но здесь весь прикол в том что за снайпера вы не получаете этого бесшумного убийцу за все остальные варианты убийства вы по идее его можете получить там конечно очень много чего от вас зависит но там можно выбить бесшумного убийцу поэтому я как бы решил с такой последовательности все это вводить видео вот они ушли мы сейчас идем к нашему балкончику сейчас нам надо тут на самом деле желательно еще подождать пока сюда выйдет один товарищ он тут в общем-то покурит потом пойдет обратно в свой номер но как видите мне повезло и вот просто не было но и но иногда он выходят и в общем то поэтому советую вам быть с ним довольно аккуратным аккуратными сейчас мы быстро пробегаем в общем тут в эту часть номера кена моргана и сейчас нам надо тут одну уборщицу завалить потому что джордана мы будем убивать из винтовки и вот со второго этажа это обязательно для испытания в общем то одного мы тут два испытания в общем то откроем это но в смысле в этом в этом варианте убийства два испытания у нас будет это take my brief away и убить убийца снайпер соответственно и вот и для take my brief away нужно обязательно убивать джордана кросса именно из этого окна то есть не залезая наверх потому что сверху его там тоже можем подстрелить вот она да именно 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 из этого окна в общем сейчас я как видите отрубаю за точно затаскиваю ее наверх вот куда-нибудь вот сюда вот и сейчас мы будем караулить джордана только единственное что переслить и за уборщиками потому что могут в общем то ваш сторону в этот момент смотреть но то все осталось нам только подождать его и вот он промлекнет усталут окне где-нибудь там на секунду-две в целом этого времени вам должно хватить чтобы его завалить и после этого естественно сразу же бежим на третий этаж этого новом смысле на второй этаж этого номера как бы извините конечно у меня такой голос приболел слегка да ничего ничего вот сейчас он у нас уже пойдет вниз и сейчас он у нас там будет промлекнет в общем-то на несколько секунд но по идее времени будет достаточно чтобы попасть вот он отлично еще один хэдшот и убегаем наверх сейчас нам надо подождать пока у нас солярма стихнет и в целом можем уходить с миссии на этом у нас два испытания сделано но в следующих естественно вариантах мы побольше будем открывать ну как минимум нас второй вариант убийства как бы я там два но по два варианта каждой цели показал а вот еще один вариант он он как бы один то есть там как бы нет таких прям развилок никаких но выглядит он довольно прикольно плюс ко всему вот в этих вот во всех вообще от английских названиях ну как бы именах этих челленджей в них очень часто не говорят вообще чё делать надо то есть у них по идее они все засекречены и это так слегка надо сказать усложняет дело вот сейчас уже охрана прибежала но на третий этаж они конечно же у них мозгов не хватит сходить посмотреть тут есть кого тут нету всякое такое поэтому на третьем этаже тот самое ну и я как бы называю этот этаж третьим он как бы по факту он по факту он вообще вообще он четвертый насколько я так понимаю вообще анатомию все и все это этого отеля по факту он вообще четвертый а в этом номере он второй вот это вот да вот это вот да да прикиньте как тут этот адвокат наш обустроился он еще кстати будет что-то говорит тут про этот про бурж про бурж аль араб это этот отель парус в дубае ну конечно понятно что в дубае то все самое-самое у таких людей то и и сейчас нам остается только покинуть это эту карту вообще будем мы ее покидать на катере в основном в этом ну в этом видео всегда в следующих я конечно не знаю там уж как будет получаться сейчас мы также через наш номер вылезаем особо на нас никто косо смотреть не будет и сейчас прям бежим к катеру обязательно чтобы вы убивали в общем-то джордана именно из того окна из которого я и и я его убивал это вот очень важно для этого испытания то есть если вы убьете его из кого-нибудь другого окна то у вас испытание возможно не засчитается если из окон третьего этажа то у вас точно оно не засчитается вот а из если вы из из 100 и закон 2 этажа его убить из каких-то других то я вот так слегка не уверен покидаем эту миссию и сейчас посмотрите какие у нас испытания открыты в общем сейчас у нас это да у меня опять ничего не прогружаются как вы видите вот сейчас такое на самом деле в игре естественно это убийца снайпер как видите и еще take my brief away то есть вот это вот убить жордана кросса из снайперской винтовки через окно вот но опять же говорю что обязательно именно это окно то есть опять же воспитание слегка не уточняется через какое именно то есть да вам там два окна показывают но понять как бы что именно из них надо стрелять это как бы сложно было лично для меня ну и второй вариант убийства где у нас как бы будет по два будут по два варианта убийства кена моргана и два варианта не 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 в смысле где у нас будут два варианта убийства кена моргана два варианта убийства джордана кросса вот так вот а вообще этот вариант он довольно такой тяжелый потому что надо перед каждым убийством соответственно сохраниться и соответственно киана моргана и джордана кросса потому что стоп я их имена правильно назвал вообще как-то я в них путаюсь миссия любимая в целях путаюсь видите ли да нормально нормально ничего не скажешь нормально только я так могу да по моему да туда я все правильно назвал сейчас мы забегаем на наш этаж по сути где наш номер здесь сейчас очень важно довольно быстро бежать потому что вот это вот мадам сейчас отсюда выходит и непонятно вообще когда все придет в этой комнате у нас спит как видите звукорежиссер здесь у нас есть микрофон он нам как раз для убийства жордана пригодится и сейчас мы сбегаем ванную здесь у нас одежда этого работника со звуком назовем его так находится мы в нее переодеваемся и сейчас пойдем через крышу в номер джордана кросса сейчас не забудьте про камеру которая тут даже на обычной сложности висит как видите и сейчас пойдем вот с этими двумя охранниками смысле за ними точно так же как я вам показывал в прохождении бесшумный убийц только костюм и Продолжение следует... Залезаем мы вот сюда, вот в эту дверку. Тут мы сейчас отрубаем еще одну камеру. И сейчас спокойно идем на этаж повыше, на котором нас как раз-таки тусует этот Джордан Кросс. Вот сейчас только нам надо подождать вот этого товарища в черной рубашке, пока он нас отойдет, потому что, как видите, может нас запалить. Потому что над ним этот беленький кружок. Я уже эту фишку слегка понял, еще я вам ее несколько раз даже объяснял, как это все работает. Так, ну и первым делом я убью его, когда он будет записывать этот свой голос для дорожки. И заходим в эту изолированную комнату от звуков, от всех. Вот тут я решил прям сохраниться. Ну и сейчас он сюда к нам придет. Продолжение следует... Ждать я тут довольно долго придется, правда. Но сейчас он уже... Да, вот он уже на этом этаже. Сейчас он сюда к нам придет. Прямо когда он подходит к микрофону, стреляем ему в голову. И получаем испытание. Сейчас оно у нас высветится. Голова в облаках. Вот, оно самое. И сейчас загружаемся. И сейчас будем менять ему микрофон и повышать ему напряжение. С помощью микрофона его тоже, в общем-то, можно убить. И это еще одна ачивка. Естественно, по испытаниям. То есть не убить его этим выстрелом в голову, когда он поет. Вот, а убить его именно, грубо говоря, микрофоном. Как будто странно не звучало. Ну, в смысле, напряжением. Как бы, если так уж прям честно говорить. Сейчас подходим вот к этому и ждем, когда можно будет с ним поговорить. Он нам как раз-таки скажет, что мы поменяли микрофон. И после этого нам надо будет свести дорожку. Чтобы, в общем, получилось довольно круто. Вообще, удивляюсь талантом 47-го. Что он только не умеет. Профессионал, че? Че-то скажет еще. Вот, заходим в... По сути, опять же, эту комнату. И здесь, как видите, меняем микрофон. Сейчас бежим обратно к нашему этому товарищу. То есть, да, я по шнуру уйду. И сейчас я тут буду повышать напряжение. Сейчас они тут включат запись, чтобы ее там прослушать. И после наших всех этих танцев с бубном, с дорожкой этой... Они захотят ее прогнать с вокалом. Это, по идее, будет их главной ошибкой. Вообще, здесь первым вы выбираете вот этот вот. То есть, правый, самый верхний. То есть, вот вы выбираете. Дальше вы выбираете левый, самый верхний. То есть, вот этот вот. Дальше вы выбираете вот в середине, который нижний и правый. То есть, вот этот вот. И выбираете еще в середине, который верхний, левый. Вот так вот. То есть, в такой последовательности они у вас должны быть выбраны. И сейчас, по сути, у нас сюда придет Джордан Кросс. По идее, на этом у нас наша часть с Джорданом выполнена. То есть, мы прямо сейчас можем спокойно отсюда ухакить. Он уже сам себя убьет даже. И мы, естественно, получим с вами достижение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот, в общем-то, сейчас как раз таки у него там и бомбанет. Вот таким вот образом у нас и умирает Джордан Кросс. Сейчас нам надо что сделать. Сейчас нам надо пройти в наш номер. И там заказать этот обслуживающий персонал, чтобы они к нам пришли. И, в общем-то, мы у них одежду позаимствуем. Одежда нам их нужна для убийства, по сути, Кена Моргана. Слегка так это переборщил с этажом. Сейчас нам надо опять же в другую часть этого отеля. И девочки-поизорщики сейчас от охранники уходили. Мне пришлось их ждать. И я думаю, вы обратили внимание, что я взял эту самую пробивную заряд. Вот он нам сейчас здесь как раз таки и пригодится. Потому что эту дверь, ее можно вот так вот им подорвать. Это, на самом деле, никто не услышит. Но это нам кучу времени сэкономит. Также, я надеюсь, вы обратили внимание, что я вначале взял эту самую ключ-карту от нашего номера. Нужна она нам именно для того, чтобы туда проникнуть. И, соответственно, туда же себе заказать обслуживающий персонал. Продолжение следует... Быстрые они довольно тут. Сейчас мы с ним заходим и сейчас мы его тут вырубим. Я не знаю из-за чего, но будьте очень, блин, вот с этим вот осторожны. Потому что иногда вот эта вот мадам, которая с ним подходит вместе с ним к вам в номер приходит, она иногда заходит в ванну и там находит, в общем-то, тело. Поэтому желательно, конечно же, ее еще отрубить. Не знаю, там себе в номер монетки положить те же. То есть вы заходите в номер, забираете монетки, потом ее монеткой отвлекаете и, в общем, ее вырубаете. Довольно-таки профитный способ. И сейчас мы бежим за Кеном Морганом, естественно. В общем, который у нас вот тут вот тусует. Как я вижу по карте? Это для него, мистер Морган, сэр. Морган, луя, и корпоративный способ. Пожалуйста, acceptь мою сердечную обвинение за мисшапку раньше. Куинсвейт готов для вас. Следуй мне. Ну, это было довольно неправильно. Продолжение. Очень хорошо. Попробуй. Продолжение следует... И сейчас нам надо проводить его, как видите, в его номер. По сути, его номер это тот как раз номер, с которого мы в прошлый раз вели огонь и по Джордану Кроссу. То есть здесь вот вы поднимаетесь наверх и потом еще раз наверх. И, в общем-то, вы попадете тогда в его номер как раз-таки. Вот мы его тут сопроводили. И сейчас нам надо слегка тут убраться. Вообще, надо вот в один момент у в номере с ним сохраниться. Опять же, я вам советую, потому что я этого не сделал просто-напросто. Из-за этого пришлось его еще раз сюда... Короче, с ним идти. Надо сказать, занятие не особо интересное. В том смысле, что вообще. Но для вас я это, естественно, все промотал. То есть вы будете... Не будете в смысле видеть, как я его второй раз сюда тащу вместе с собой. Вот когда надо сохраниться, я вам скажу. Ну, как бы, когда лучше всего сохраниться, я вам скажу. Да, я вам скажу. Да, я вам скажу. М-м-м. Covered in dust. Я дарю сказать, что это так-то обслуживание было достаточно суперфичем, не было ли? М-м-м. лучше всего сохраняться когда вы с ним дойдете до туалета потому что в туалете мы его первый раз убьем и чтобы соответственно до этого туалета еще раз не идти с ним лучше всего тут в общем то вот как раз таки сохранить то есть вот где-то сейчас вот в этот момент если сохранить это будет идеально сейчас он у нас подойдет к туалету и на этом по идее мы получили достижение по моему экономия воды она называется но и плюс еще это подержи волосы тоже а почему не сработает вариант отравить суши с ним потому что он просто до года в другое место пойдет и там будет плеваться то есть он не в туалет пойдет это естественно имейте ввиду это конечно слегка дело усложняет нам но что поделать как говорится и еще один на вариант убийства это но убийство я имею ввиду естественно кена моргана это обели фокин флай для этого нужно его выкинуть с балкона по сути я сейчас естественно все это промотаю то есть как видите я уже в номере кена моргана вместе с ним сейчас мы тут еще слегка поубираемся и сейчас он у нас пойдет как раз таки к балкону с которого он у нас и поверит что может летать как гласит это испытание до достижения сейчас я тут подождал естественно пока его там телохранитель усядется чтобы случайно не запалил и естественно скинул и на этом мы получаем достижение и били фокин флай я вам сказал уже а плюс также мы получаем голову облаках плюс также мы получаем за убийство джордана кросса убийство микрофоном и еще это убийство это самое умном экономия воды экономия воды до сейчас я вам все эти достижения естественно покажу по моему как в 65 это достижение за убийство джордана кросса называется убийство микрофоном напряжением и виду так что такие достижения у нас сейчас должны быть открыты а еще один вариант убийства это up сайди дэдэ гейн то есть если вы вообще знаете историю этой миссии историю целей в этой миссии то узнаете что по сути кен морган был нанят к джордану кросса чтобы в общем-то оправдать его на суде за то что он что-то там очень какой-то несчастный случай своей девушкой сделал и по сути он сделает это еще раз но уже с кеном морганом как бы нужно так это все по сути организовать чтобы все это так выглядело и мы сейчас что будем с вами и делать сейчас я как видите начальную точку эту обычную выбрал и сейчас нам надо проникнуть в задний дворик этого отеля куда у нас привозят продукты для него соответственно вот что-то я еще тут решил так взять этот номер но в смысле пропуск наш номер на самом деле это вообще не обязательно делать и сейчас нам надо слегка подождать да у нас как видите да вот тут служащий есть нам надо подождать пока он отсюда уйдет вот он нас отходят и сейчас нам надо взять себе одежду этого дизайн сектора который у нас тут как раз келтва на заднем дворике тусует естественно на все на этом заднем участке палят поэтому нужно быть тут очень аккуратным мне даже один настолько сильно запалил что даже хотел посмотреть кто это там такой ну вот видите да сейчас мы вот сюда кидаем куда-нибудь монетку на нее у нас отвлекается этот дизайн сектор вот куда-нибудь вот сюда вот самое сложное было ну как сказать самое сложное в общем то не сделать так чтобы у вас этот который вот видите да на меня отвлекся на нее не пришел сейчас мы его тут отрубаем здесь вообще никто не ходит поэтому на этот счет даже можете не переживать переодеваемся и сейчас пойдем искать эту заведующую скажем так этого отеля тут в общем то довольно аккуратно будьте очень не попадите на камеру потому что за этот вариант можно получить этого silent асессина вот в общем то я ее пробежал как видите в целом вот она у нас стояла но я сейчас пошел естественно искать ее по всему отелю ну как бы по первому этажу то что я знал естественно что она на первом этаже у нас находится но где именно и то что я ее естественно пробежал я этого как бы осознал не сразу ты чё побежал точно в эту столовую в ресторан этот их гонки и я хочу разбирать музыка на звук музыка 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 За все это я вам очень-очень сильно благодарен За все это я вам, естественно, говорю спасибо Очень-очень большое каждый раз И всем на этом до свидания Всем еще раз спасибо И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok